Этим летом в правительстве Российской Федерации были приняты поправки в закон о свободе совести и религиозных объединениях из так называемого пакета Яровой. Дополнение обсудили на семинаре, который прошел в Общественной Палате Республики с участием специалистов из Москвы. Екатерина Токова подробнее. Новые поправки вызвали большой резонанс общественности. Так, в законе о свободе совести и религиозных объединениях появилось новое понятие миссионерской деятельности. Ею считается религиозная практика, направленная на распространение информации о своем вероучении публично при помощи СМИ или посредством интернета. Тут было столько у нас миссионеров непонятных. У нас столько трактовщиков было. Ислам, да? Конечно, конечно. Я уверен, здесь описано то, о чем закреплено позиции те, которые были выдвинуты именно практикой. Согласно дополнениям, существующий закон миссионерской деятельности разрешается, если лицо, которое распространяет религиозные убеждения, официально принадлежит к религиозной организации, имеет официальное разрешение на такую деятельность. И она должна осуществляться в специально отведенных на том местах. Например, за проповеди на центральной площади города инициаторам грозит административный штраф. В чем заключается ошибка в применении этого закона? У нас сегодня правоохранители видят любую какую-то религиозную активность граждан, говорит о своем убеждении. То же самое крич наид. Это оценилось как миссионерской деятельностью. Если вспомнить судебный процесс летом этого года в Черкесске, там подсудимый якобы распространял религиозную литературу. То дело было закрыто из-за отсутствия состава правонарушения. Это только доказывает, что закон еще сырой. Также изменения коснулись и религиозной продукции. Если раньше предусматривалась маркировка литературы и аудиовизуальной продукции, которую издает только религиозная организация, то сейчас религиозная организация обязана маркировать литературу, которую она распространяет в рамках миссионерской деятельности. А это уже затрагивает финансовую составляющую. Все эти меры способны перекрыть кислород многим религиозным организациям. По мнению экспертов, все дополнения позволят регулировать, а главное – воздействовать на религиозное объединение. А еще в новой системе не все приживутся. Екатерина Токова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.